Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Юлия Белова и сегодня в нашем выпуске. Душ из чайника отменяется. Этим летом горячую воду в Кирове будут отключать по минимуму. Спасайте ваши деньги. Жильцы домов, которых обслуживает управляющая компания Ленинского района, могут оставить бессредств на ремонт. Растительная война. В Кирове начали уничтожать борщевик. Ногопинающая рука закона карающая. Мужчина, пнувший инвалида, скоро окажется в суде. Пора бы уже. Что, грунта у нас не хватает, что ли? Я не могу понять. Ямы равнодушия. Кировчане боятся упасть в забытые котлованы. Отключение по минимуму. Коммунальщики пообещали, что этим летом без горячей воды надолго никто из Кировчан не останется. Отключать будут тех жителей города, рядом с домами которых проводится реконструкция труб. В планах тепловиков заменить 40 километров старых сетей. Больше, чем в прошлом году. Однако, затяжные отключения планируются не везде. В этот раз решили на местах некоторых реконструкций установить резервное горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение именно от реконструкции не будет прекращаться. Будут гидравлические испытания, да, будут, наверное, ограничения не больше нормативных. А по реконструкциям длительных отключений у нас не планируется. Одну из первых реконструкций начали проводить на улице Щерса у дома номер 23. На нее потратили более 19 миллионов рублей. В эту сумму входит и установка временной надземной теплотрассы. Благодаря этому жители пяти многоэтажных домов будут обеспечены горячим водоснабжением на время реконструкции, как обещают коммунальщики. Работы здесь планируют завершить в августе этого года. В целом в этом году тепловики планируют заменить около 40 километров старых труб до начала отопительного сезона. В том числе закончить объекты, оставшиеся с прошлого года до дня города. Игнорируют свои обязанности. Кировчане продолжают жаловаться на управляющую компанию Ленинского района. Организация около года находится в процессе банкротства и, видимо, решила прекратить выполнять свою работу. Компания обслуживает около трех сотен домов. Один из них находится на улице Чапаева, дом номер 26-5. Там жительница верхнего этажа уже несколько лет борется с протечками в крыше. В феврале и в марте тут просто даже невозможно было заходить. Такая была влажность, просто сырость. На улице холодно, а у нас просто дышать невозможно. Мы задыхались все. Я уже неспокойная, уже сколько раз ходила в управляющую компанию. Я приду домой, и у меня просто сил нету, мне хочется и плакать, и от бессилия, потому что никто ничего мне не обещает даже сделать. Подавайте на нас суд, вы все равно ничего не получите. Крыша начала протекать в начале 2019 года. У Кировчанки Ольги подшиваловой вода потекла по стенам кухни. Тогда управляющая компания пообещала начать ремонт летом. Однако, следующей зимой ситуация повторилась. Но уже не в одной комнате. В квартире появилась плесень. От влажности начали отходить обои. О ремонте хозяйка мечтает, но пока не видит в нем смысла. С просьбой о помощи женщина обратилась к активистам ОНФ. Они написали обращение в прокуратуру. Прокуратура вынесла представление в отношении управляющей компании, но после обращения повторного уже в управляющую компанию, там просто развели руками и сказали, что мы ничего делать не будем, мы в процедуре банкротства, денег нет, и оставили женщину наедине со своими проблемами. Активисты ОНФ рассказали, что подобные ситуации с ленинской управляющей компанией не редкость. И на все одно оправдание – организация в процедуре банкротства. Власти будто специально затягивают этот процесс. Сколько это будет продолжаться – неизвестно. Возможно, несколько месяцев или год. Люди, между тем, продолжают платить деньги управляющей компании, а нормального обслуживания не видят. Выход один – срочно менять организацию. В этом случае есть возможность спасти часть денег, выделенных на ремонт. Растительная война. В Кирове начали уничтожать борщевик. По каким адресам будут бороться с опасной угрозой? А также другие новости города расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». В Кирове начались работы по истреблению вредителя – борщевика Сосновского. Планируют обработать 70 территорий площадью более 800 квадратных метров. На борьбу с опасной травой выделят почти 3 миллиона рублей. Истреблять вредителя будут двумя способами. На первом этапе – химическая обработка борщевика. На двух последующих – кошение механическим способом. На сегодня химическая обработка территории выполнена у дома номер 2 на улице Советской в Чистых прудах. На улицах Розы, Люксембург, Захватаевы и в Гостином переулке дорожный ремонт в ближайшее время будет полностью закончен. Осталось убрать мусор. Сейчас подрядчики приступили к ремонту автодороги от Победиловского тракта до железнодорожной станции Чухломинский. Здесь отремонтируют не только дорогу, но и укрепят обочину. Также на этой неделе планируется приступить к ремонту от Победиловского тракта до деревни Башарова. Большая часть электронных аукционов на проведение работ по капремонту на 2021 год не состоялись. Подрядчики не готовы браться за работу из-за резкого повышения цен на строительные материалы. В такой ситуации фонд капремонта Кировской области будет пересчитывать смету и заново проводить аукционы. Еще одной проблемой на пути капремонта домов является недопуск рабочих в дома. Всего за 2021 год планируется капитально отремонтировать больше 900 многоквартирных домов. На сегодня завершены работы в 65 домах. Со следующего года зарегистрироваться по месту жительства или пребывания можно, не выходя из дома. Заявление для получения прописки можно будет подать через портал Госуслуг. Однако для отметки в паспорте все же придется посетить соответствующий орган. Временную регистрацию будет возможно оформить полностью дистанционно. В этом случае даже органы учета не надо посещать. Свидетельство о регистрации придет по почте. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Ногопинающая, рука закона карающая. Мужчина, пнувший инвалида, скоро окажется в суде. Пора бы уже. Что, грунта у нас не хватает, что ли? Я не могу понять. Ямы равнодушия. Кировчане боятся упасть в забытые котлованы. Из Америки с любовью. Кировчане следят за спутниками Илона Маска на звездном небе. Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Под пятой закона дело Кировчанина, пнувшего инвалида, передадут в суд. В прокуратуре Ленинского района уже утвердили обвинительное заключение по статье «Побои». Теперь хулигану грозит наказание вплоть до лишения свободы. Однако суд может смягчиться, так как пинатель раскаялся и извинился перед пострадавшим. Напомним, 21 февраля этого года 33-летний Дмитрий Кузьминых ударом ноги сбил с лестницы пожилого мужчину с тростью. Это случилось в одном из магазинов на Октябрьском проспекте. Пострадавший оказался инвалидом по зрению, и ему было сложно ходить. Когда Кузьминых доставили в отдел, он заявил, что инвалид якобы вел себя некорректно с девушкой, поэтому и ударил его. Правоохранители завели на него дело по статье «Побои». Сейчас прокуратура передает дело с обвинительным заключением в суд. Наказание предусматривает штраф, обязательные работы и даже лишение свободы максимум на два года. Он также возместил моральный ущерб пострадавшему. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ямы равнодушия. Коммунальщики забыли про людей. В редакцию Первого городского канала обратились жители улицы Рухлядьева с жалобой на незакопанные котлованы. Еще зимой коммунальные службы перерыли большой участок во дворе, чтобы отремонтировать трубы. Дело сделали, а прибрать за собой забыли. Жильцам надоело жить с видом на разруху. Разбираться с подземным вопросом жильцам помогала. Ксения Веснина в рубрике «Наболела». Люди, проживающие на первом этаже, устали от вечного грохота деревяшек и гула железного ограждения. Особенно в летнее время, когда окна открыты, шум отчетливо доносится. На велосипедах катаются, едут тут, ребята скачут. С утра с самого народ ходит, почему-то все по нашей улице ходит. Уже невозможно тут находиться. У меня же жарко, открыто все. И вот бессонные ночи. Не только вырытые ямы беспокоят жильцов, но и то, во что превратился их двор. Раньше там был красивый зеленый газон, что радовал глаз жильцов трех домов. Привести все в прежнее состояние у коммунальщиков пока не дошли руки. А вот смотреть на это ужасающе. И когда у нас очень красивый газон тут был, а когда расковырялись под низу, я не знаю откуда, камни, одни камни, глина да камни. Если будут ливни, ну ведь лето есть лето, вся эта грязь польется в подъезды. Яма стала излюбленным местом игр соседских детей. Жильцы хоть и разгоняют детвору, но до тех пор, пока не зароют котлованы, они по-прежнему будут местом притяжения для игры. Две большие незакапанные лунки почти в полметра глубиной. Яма хоть и огорожена со всех сторон, но преодолеть преграду не так уж и сложно, что мы сейчас и проверим. Как мы видим, яма почти в половину моего роста. Некоторые жильцы звонили в теплоснабжающую компанию. Им обещали привезти все в прежнее состояние и засыпать ямы к первому мая. А ВОЗ и ныне там. Мы позвонили в КТК, чтобы узнать, сколько еще жильцы должны терпеть такое безобразие у себя во дворе. Уже в эти выходные точно бригада выйдет, устранит данную яму и остановит подустройство в первую субботу. Жильцы говорят, что не верят. По простым дням мне эту субботу воскресенье. Ну, вопрос веры. Бога тоже можно верить, можно не верить. Засыпать все вовремя, по словам тепловиков, помешали погодные условия. Только какие именно, не совсем понятно. Весь май стоит солнечная погода. Мы, в свою очередь, проследим за выполнением обещания теплоснабжающей компании. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Первый урожай подарков. Телепроект «Первый городской дачник» ищет новых героев для майского выпуска. Это последний шанс выиграть главный пресс месяца. Некоторые участники уже отправили несколько видео. Шансы на победу растут кратно. Хотелось бы вам показать что-то помимо моего укропа, который я выращивал у себя. В видеоролике о своих дачных участках можете отправлять нам в сообщение группы ВКонтакте «Новости Кирова». Ссылка на нее в углу экрана. Лучшие экскурсии по зеленым насаждениям покажем в прямом эфире. Это возможность показать себя и свои оригинальные дачные идеи кировчанам. Чтобы получить больше шансов попасть на телеэкраны, добавляйте в свои ролики «Креатив». Некоторые участники разбавляют видеоэкскурсии песнями и танцами. Выбирать лучшего дачника мы будем 31 мая в прямом эфире в нашей группе ВКонтакте в 11 часов. Победитель получит главный пресс месяца «Мангал». Принимать ваши видеоэкскурсии для телепроекта «Первый городской дачник» мы будем до конца дачного сезона. Каждый месяц участников будет ждать новый пресс. Сияющий поезд на небе. Жители Кировской области по ночам могут увидеть цепочку спутников, запущенных Илоном Маском. 16 мая из США в космос запустили ракету, на которой 52 аппарата «Старлинг». Несколько суток они будут летать по одной орбите друг за другом, из-за чего их сравнивают с составом поезда. Некоторые кировчане рассказали, что уже видели необычные явления невооруженным глазом. На ночном небе эти космические объекты будут появляться еще несколько дней. Для лучшего обзора астрономы советуют взять бинокль. Сегодня небесный поезд можно будет увидеть дважды. Первый раз смотреть в небо нужно примерно в 21.37, второй – в 23.14. Спутники полетят с юга и юго-запада. Наблюдать за ними можно будет до 21 мая. Затем они займут положенные им места. Те, кто всегда готовы. 19 мая отмечается День пионерии. Пусть сами пионеры остались лишь в истории страны, но многие помнят, каково это было носить красный галстук. Наш корреспондент Екатерина Новоселова узнала у юных кировчан. Знают ли те, чем занимались пионеры? А у тех, кто застал времена пионерии, поинтересовалось, какие воспоминания остались. Ну, это как бы дети. Дети, которые, получается, помогали, допустим, взрослым. Помогали пожилым людям в огороде, например. Собирали макулатуру. В общем, они делали хорошие, как сказать... Общественные дела. Да, верно. Ну, и восславляли коммунизм. Я был пионером года три. А потом мне это надоело ходить, галстук одевать. Его еще надо завязать красиво, уметь. Это советские школьники, которые, помимо своих основных занятий учебой, занимались общественно полезными мероприятиями. Когда субботники были, на субботниках работали маленько. Ну, и еще дисциплины. У меня мама была пионером, чем они занимались. Ничего интересного она мне, если честно, не рассказывала. Ходили на митинги. Что-то типа, наверное, в каком-то лагере летнем. Помогали там ветеранам или чем-то таким. Когда моя мама говорила о пионерах, они же в этом время учились. У них обычаи было. У них, во-первых, уважать надо старших. Надо чисто, аккуратно ходить. Надо, например, кому-либо помощь нужна. Надо помогать. Типа волонтеров. Как помощники они. Вот. А как думаешь, тебя вы взяли в пионеры? Конечно. Почему? Самые лучшие. Таким был этот выпуск глазами наших корреспондентов. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону. 912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». В студии была Юлия Белова. Хороших новостей. И увидимся в городе.